Субтитры делал DimaTorzok 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 И, естественно, он фаворит здесь на первое место. Поехали. Все готовы. Ну, а подробности, я думаю, что, может быть... Не, ну, про челленджер не делали. Вот кто пройдет в основную часть сетки, может быть, из-за какие-нибудь статейку напишет про игроков, кто они, откуда там, интервьюшки небольшие, не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, все, пошел. Пошла движуха, ребят, не отвлекаюсь. Здесь мне нужно самому кликать. У Хеллрейзера. Тирановский такой прям знак. Огонь, огонь. Огневой значок такой прямо сильный. Здесь у нас у Гост Хелла 4, что это значок 4 года Старкрафту, что ли, я не знаю. Или сколько-то там... Или сколько-то там. Из молодых игроков 100%. Так, здесь гейт кивернетчика пошла. Второй газ у Хеллрейзера на мейне. Второй пилончик тоже на мейне. Здесь... Ну, здесь стенку закрыть. Теперь одно здание еще большое. Вот сюда гейт и пилон. Все. И здесь проход как раз на юнита будет. То есть... Здесь уже просто при этом всем Хеллрейзер... Да, Хеллрейзер все разведывал. А, пробку уже вернулась. Пробка с зерковерами медленно, но верно подлетает. Долго не ксус устроится. Вот здесь можно было бы сдать минералы, как раз назад уже успеть вернуться. Такие тайминги нужно видеть, стараться, чтобы... Ну, как бы мелочь, но плюс 5 минералов это было бы, сами понимаете. Видите, сколько пробка стояла долго. Все, пошла до обычной. Ну, плюс 5 минералов это, конечно, мелочь. Но, тем не менее, Старкрафт это мелочи. Старт гейт у Хеллрейзера пошел. На этой карте в армаду многие любят просто играть. С зергом в особенности, занимая вот этот остров, как вы понимаете. Я думаю, прекрасно. Так, третья хата делается у Гост Хелла. Адептом Хеллрейзер заходит на мэ. Не телепортируется, конечно же. Третью хату спалил, то есть разведывательные функции все выполнил. Адепты уходят домой. Ну, уже, да, 3 почти, с 3 с лишним минуты уже мух мог бейлингом доделываться. Поэтому лучше побыстрее домой Адептику уйти. Иллюзия идеальна, пока дэшечка посылает в Хеллрейзер. АПМ 195 Хеллрейзер, 350 Гост Хелла. У Гост Хелла, ну, сразу можно понять, что молодой игрок, как бы, поэтому... АПМ просто гигантский, просто зашкаливает. Так, здесь шалкер-ровер разбивает. Так, ну и линги сейчас забегают. Прибегают, точнее, от Гост Хелла контролить, прошу прощения, на секундочку буквально отвлекся. Здесь Хеллрейзер-ровер их находит. Один уже уничтожен, второго уничтожает тоже. Есть где-то роба, вот, а вот он на мэйне роба, и приз настроился. Ага, 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 второй Старгейт пошел. Это как раз-таки есть игра в какую-то армадоподобную тему. Конечно, занимая остров, можно не в армаду играть, но это занятие острову, это факт сейчас. Залетая от Хеллрейзера, кликает, пробочка прилетела, сразу Нексус пошел. Надеюсь, собаки все бегают около фроса рампы. Ну, надо отогнать, сталкером, конечно, одного линга минус нет сейчас. Так, все, здание, да, случайно. Хотя нет, может, Гейт, конечно, кликнул Хеллрейзер. Ну, один выстрел мимо собаки точно прошел, потому что он с двух должен был добить. Сделал три, только с третьего добил. Плюс один на остров шел. Фениксы мастятся еще. Здесь пилончик дополнительный, здесь пару фотонов можно пилить призмой. Конечно же, нужно будет сейчас рабочих. Ну, вот если остров занимаешь, надо точку сбора не на вторую базу ставить, чтобы вот здесь вот перебор был, а наоборот сюда. Просто прилетел, овером забрал. Фениксы продолжают караси сейчас спокойно абсолютно летают. Ну, везде вроде спорки есть. Муфроу чем делает сейчас у нас Гост Хелл. Келлрейзера Форжа на острове прям ставится. Решение тоже верное. Вот что, видите, призмы сколько лететь. А здесь-то вот сюда, здесь забрал, прям перелетел буквально пару секунд. Можно даже пару рейсов сделать. Парабам 41-54 в пользу зерга. Семь реводжеров морфятся. Пошел Гост Хелл вперед. Лингов что-то много очень бежит. Готов мув всем юнитам сейчас. 4.2 мув у реводжеров, чуть поменьше мув. Ну, кстати, здесь фотонки не успели доделаться, но первые грелки у Хеллрейзера начинают выходить. И если зерк сейчас дэмэджа никого не несет, кушим, то это печаль будет. Будет ли фаербулы по грелке кидаться? Так, блин, он-то не добил, а то, что не добил, сейчас пофиг то, что у нее ХП столько, потому что грелка такой же дэмэдж наносит абсолютно. Фаербулы падают, но... Пуш провалился, да и плюс один. Сейчас доделается, филд Хеллрейзер что-то не кидает. Сейчас, ну, все, запилил здесь Хеллрейзер оппонент своего. Еще фаербулчики пошли. Два Stargate, Supply Block, пилоны были выбиты. Ну, посмотрите, сколько ресурсов. Хотя еще у Хеллрейзера пока не так уж и много ресурсов. Пилонов ставится. Три на острове, Flat Beacon, третий Stargate пошел. Ну, вот если ты Flat Beacon поздний делаешь совет Хеллрейзеру мой, то в игре в армаду, то тогда нужно здесь заказывать армор, потому что будет 1-1, а потом вторую атаку закажешь. Ну, теперь-то уже поздно, как бы. Теперь уже нужно делать... Почему еще здесь третий некст есть? Ты можешь бустить, как бы, когда два Stargate, а еще и Great. Это крайне важно. Можно теперь уже, в принципе, атаку заказывать. Привет, Милка. За деньги можешь нам ванговать более серьезные события, я надеюсь, потому что ты меня поразил с вами скиллом вангования сейчас просто. Так, три карера пошло. Ну, чистой воды, армада здесь. Уверсиль залетел, спалил остров. Ну, что он, спалил да погиб. Все. Плюс два не заказывается, ошибка. Ну, стационарная оборона верное решение. Если хочешь вниз заходить, все дезерт не контролируй. Второй остров занимать, тем более с таким количеством фениксов. Милое дело, я вам скажу, потому что это сразу четыре базы просто получается у тебя. Так, ну и фениксы летают контроли. Есть грелок немало. Три карера строятся. Мазеркор здесь есть. Уже можно бы мазершип сделать бы было бы. Дзерк пытается там... Так, хайф, шпиль строит. Надеюсь, пока бегает, что-то разведывает. Коврейзер просто переоценивает, по-моему, сейчас оппонент свой. Ему просто нужно сейчас мазершип сделать, да убить пойти его к чертям собачьим вообще. Кайра в три штучки есть. Здесь фатоночки пошли. Занимает второй остров, как я и предполагал, собственно. Причем с призмой фатонок подстраивают. Здесь еще можно фатонку просто... Ну, целый ряд, чтобы не пролететь было, и все. Ну и надо рабочих здесь подстроить. Просто будет немножечко, и все. С мэйной я бы перевез даже, может, часть. Мазершип пошел, 70 секунд он будет делаться. Полетели еще пробки сюда. Ну, тут лимиты равные. Зерк караптеров строит. Видно, что Зерк вообще крайне не агрессивно играет. Экономика у него ненамного опережает. То есть, если ты так пассивно играешь Зергом, что у тебя должно быть против Армады? У тебя уже должно с двух эволюшенов делаться там 2-2 ранжовые, 2 шпиля стоять, где 1-1 делаться воздушные гриды, там, вайперы, королев, милиад, крипа здесь, спорок везде, спорками обносите. Только так. Либо агрессивно играть. То есть, здесь видно, не хватает маленечко. ГГ зажало в обоиски и мелкие сетки юниоров. Мне четвертое место сдал был сетки на ГГ. В смысле, там было же четвертое. Я сам видел своими глазами. Там же проценты разделяло. Да отпиши, что-нибудь придумаю. Четыре уже старые этапы, четыре карера строятся. Хеллрайзер 200 что-то собрался ждать? Похоже, что Хеллрайзер собрался 200 ждать. Так, чё-то кареры туда-сюда летают. Оп! Хеллрайзер какую молниеносную операцию сейчас предпринимает. Обратите внимание. Здесь Гост Хелл прям рядом ходит. Хеллрайзер уже мейн собирается громить. А Мазершип-то чё встал? Да ну чё, без Мазершипа будут сражаться? Почему-то пост плюс два не делает плюс три. Очень странно, если честно, Хеллрайзер. Хайф максимально быстро уничтожен. Спорка уничтожена. Караптеры уничтожены. Грейтер спайр тоже надо уничтожить сейчас. Ты Спорку-то убей, она бомбит. Ты чё, Спорку не добил? Мазершип прилетел, добил. Карера притягивает одного. Гост Хелл. Хеллрайзер сразу же уходит на мейн. Здесь всё в потомках обнесено вообще. Ещё кареры вышли. Надо лететь вперёд. Я не знаю, чё Хеллрайзер ждёт сейчас. Опять разводка пошла. Прикольно, он на Гласс Хеллом стебётся здесь. Улетел. Я вообще не знаю, чё, ему уже на Аклике пора добивать. Он чё-то летает и тянет резину просто, по-моему, сейчас. Так, караптеры там прилетели. Так. Может, так лишь не сделать, чтобы уузить. все не рыпайся уже работает международная преступная группировка которая кидает просто на бабло людей на гигантское так что ты уже ничего не получишь можешь даже не рыпаться вообще это бессмысленно так здесь у нас что-то феникса стоит хайлрейдер уже вперед полетел запас вообще гигантский выпустил мук сейчас а че он без мук летает караторы на мук все натыкаются огребают просто такие злые мушки то здесь уже новые отстроились практически полностью а че летать то я не понимаю че боится спрашивать у королеву растеребили здесь еще четыре карера есть выводи карьеров просто на муви сюда и добивай вообще что-то летает так еще мук выпустил все надо драться на этой базе спокойно телепорт домой пошел муки просто все разрывают вообще 70 на 180 бомбардировка просто сколько кареров то 13 штук и все надо добить уже полететь хеллрейзеру похоже но он что-то стоит мазершип забывает гг пишет госпл вторую игру ждем но видно что уровень разной игры на самом деле фрост вторая карта это же мороз как разная игры на瓜 подожди и все началось и все как разной игры как разная игры я не знаю мы Так, Hellraiser раздавем. Так. Куда-то пропал Ghost Hell, но мне кажется тоже Hellraiser немножко поиздевался так над оппонентом. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 адептики бой принимают просто лингов разваливают я молниеносно здесь бегаю ребята мои пришли здесь адептики телепортируются на мейн разваливают просто в хлам все сейчас это 2-0, ребятки 70-41 по лимиту даже роучей здесь не спасут адептики столько, что они роуч просто в лоб и забьют в хлам всех так, иллюзии еще заходят иллюзии очень много здесь прямо в роучи врывается у нас хеллрейзер, посмотрите, какое вообще дичи происходит адептики просто здесь разрываются прямо в центр всех юмитов ворвались потери давайте глянем, потери просто гигантские ну что, надо вердоса ждать вердос в игре сейчас так, секундочку я сейчас подойду спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует... 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 Ну все, поехали, ребят. Сейчас я проконтролирую. Даша ушла с Чарликом погулять. Мне надо с Гавром тут проконтролировать его немножечко. Ну что, будешь залезать сюда? Да, да я тут. Давай ко мне. Тут началась игра. Да, да я тут. Иди сюда. Ну иди сюда. Иди сюда ко мне. Подойдешь? Я же не могу. А, почему? Ну потому что он мне дал сколько в дадо. Я дал сколько в дадо. Дел у тебя много. Видите, дел много у человека. Сейчас, тебя. Сейчас, секундочку, ребят. Ребят, у Маши слишком много дел, поэтому она не придет сюда, да? Или придет. А мы смотрим пока овердосы против. Лайтвейт, овердос красный, лайтвейт синий. Это ПВП, ребят. ПВП будет много. Рулла, пока один. Папа, знаете, какие большие самолеты? Залезай, самолетов нет пока. Ну, может быть, водят еще. Вирдос что-то здесь. Вирдос Монстрит. По-моему, он собирается прокси какое-то делать. Хотя, может, просто разведку сныкал. Лайтвейт, два адепта. Увердоса, сталкер и мазеркор. Чуть сверх ранний мазеркор. Для ПВП, кстати, не свойственно. Папа, мы сюда заходили, а тебе тут нету. Да ладно, где? А не надо. Я боюсь, мама, что это круто. Вот корабль полетел один, да? Самолет необычный такой. А что это круто-то? А это строят там самолет. Рабочий овердосик принимает одного. Ну-то для чего пилон этот мне непонятно был сейчас заказан, если честно. На нем ничего не построено вообще, в принципе, да? И плачься, и плачься. Папа, у меня лавашки пахнут мариновым сампунем. Да? Да. Вкусно, да, пахнут. И у мамы вкусно пахнут. И у мамы тоже. Ну что, ребят, твой лайтик. Лайтвейт пытается вердосу Мазеркор сбить вердос, телепортирует Мазеркор домой. Пытается адепта принять, адепт не принять. Лайтвейта 230 АПМ, нинюна. Тут крутится. Нет, тут для самолетов делают всякие штуки полезные. Да, тут. Так, адепты телепоркнулись сейчас. Тайлкров 4 штуки. Гиппи открывается, или что твой лайт пока непонятно. Вердосу тоже тут на базе вообще тема. Ну, с торгей дома нет, что-то пока никто не заказывает. Вот тут тоже штуки доводят. Угу. Это не для самолетов, это вот для этих. Видишь, стоят такие. Они по земле ходят. Да, земля такая. Стреляют такими штуками интересными. Стреляют. Парнись тут у нас дома пустят. Смотри, началась битва. Прогоняет лайт-вейт Вердоса. Между прочим, чуть сталкера не забрал. Пытается догнать его. Ошибка контроля была сейчас. Сверху от Вердоса приходит сталкер и разводит. Папа, у нас дома сейчас пускали салют. Дома салют пускали? Да. Мы где-то там сжигались, что они. Не видели его. Нет, нет. Не видели. Вот тут, а тут тоже штуки? Нет, это два. Вот их чубы, видишь, появилось. А эти их быстро разгромили. Да? Угу. Разгромили? А что, их разгромлят? И что, нету больше. Слышь, это же игра. Папа, еще кто-нибудь ест? Где-нибудь есть еще. Папа, а ватыша? Ватыша стоит. А так и толчу я сколько? Угу. Ребята. В общем-то, ситуация увидите как она. Сильно и классно им было. РГ активировал премию на ваш канал. Спасибо, РГ. Несмотря на то, что Вердос наошибался здесь очень-очень несколько раз. За что мог Лайтвейд наказать? Он не смог наказать его. Сейчас бывает зелтая бука. Вот. И в итоге Вердоса больше лимита. Но тут блин зато готов. Папа. Ватыша 2-3-талчих. Угу. Вот смотри, сейчас стоит домик. По нему стреляет, собирается его уничтожить тоже. Призма спалилась на Призме. Ой, на Пилоне. Прошу прощения, как-то Лайтвейд слишком откровенно летит. Нужно варпить юнитов сейчас. Соплай-блок обеспечен через просто пару лимита. Не понимаю, как так это происходит. И о каком пушу может быть речь идти сейчас вообще? Так, сталкер добавливается. Что-то уладит в этой соплай-блоков много. Дома сталкеров оставляет. Здесь один единственный Призму. Чуть пытался прогнать. Ничего не прогнал, естественно. А кто не прогнал? Да вот этот вот не прогнал один. Видишь, как их много таких одинаково. А это сталкеры. Сталкеры? Угу. Да вы все погналися от бога, ай погнался? Не, не погнался. Не погнался, а почему? А ему не надо было. Опа, кто-то там идет. Мама с чаликом будет. Будешь встречать? Будем. Оп. Так, две пробочки. Минус у Вердоса сейчас. Ну, попытался лайт-вайт пилон забрать. Ничего не забрал, в общем-то. Здесь пытается зайти, тут пофокусить хоть что-то. Хоть что-то не пофокусить. Вердос тоже блинг. У Вердоса дестабилизатора. Ну, и лайт-вайта дестабилизатора тоже делаются сейчас. Я думаю, что ему будет... Ну, посмотрим. В принципе, у него есть блинг-сталкера и масс-дестабилизатора. Это все, что нужно, чтобы разваливать. Так, ребят, здесь два Гейтоса добавляется еще. Плюс один делается у Вердоса плюс один. Лимит, кстати, равный. Мне на удивление, игра-то ровная пока идет. Только единственное, как пройдет битва, если она будет сейчас. Вот это вопрос хороший. Потому что, ну, не знаю, Вердоса-то поопытнее в этом плане. Повыше уровня. Секундочку, ребят. Переварпил Вердос сейчас лайт-вайта. Лайт-вайт на третий Нексус выходит. Плюс один доделает, дестабилизаторы делаются. У Вердоса два дестабилизатора здесь один покажет. Ой, сейчас больно могло бы быть Вердосу. Если б лайт-вайт пахал однокровнее, поближе бы его подпустил бы. Могло бы быть очень больно. Там в стэк бы сталкеров так бы зайти могло бы. Вообще было бы замечательно. Ну что, Вердос сам ставит третий Нексус, при этом делает выход. Как-то уж больно стандартный Вердос играет. Меня аж удивляет это. Ну а лайт-вайт удивляет, что прям на равна, в принципе. Сейчас бьется. Можно залпы делать сейчас дестабилизаторами. Пошел залп, два еще новеньких. Зафокусил всю Вердос моментально. Пытается оппоненту сталкеров отфокусить. Ну такой от Вердоса врыв был. Сладнокровный, я бы сказал. Подрезает. Вот что я почему про замес говорил. Я просто думал, что Вердос может развалить в замесе. И так, собственно, и произошло. Все-таки лайт-вайт опыта не хватило. И вот эта вся игра, вся игра длинная шла к тому, чтобы вот это все случилось. Так, привет, мелкий кау. Вердос играл с шоу-таймом. Так, ровно так же, как ты говоришь. Без блинка с дестабилизаторами. Причем его не убить было. Все, он грамотно там играл достаточно. Здесь же как-то, ну... Здесь Вердос разваливает, конечно. Так. Апофеоз вторую карту лайт-вайт просит. Так, секундочку. Поехали. Ох, глубень. Дпоехали. Подписывайтесь. Отлично. Отлично. Продолжение следует... 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 ... Так, всё, я здесь пытаюсь достучаться до кого-то Юрия, там написать. У нас матч лузеров по расписанию должен вперёд идти. ... 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 не хватает. Макро полностью во второй игре перемакрил, но в последнем замесе просто надо было нормально как бы стрелять дестабилизаторами в общем-то и все. Тянуть время как бы и мазершипом прикрывать всю свою армию. Вот и все. Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, ребят, если так все долго будет идти, то я, наверное, скорее всего, Десайдер не постримлюсь сегодня, потому что мне самому надо уйти будет. Вот. 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 стрелку от отошел Стрелку от отошел Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавляются, гейтов много, рабочих больше, чем у Зерга Чаш почти готов, между прочим Здесь шпиль, не знаю, будет ли выход со стороны протаца или нет Мне интересно Призма пошла, да, скорее всего будет выход, раз прижма делается Ну, чаш готов Но нужно что-то для архонов Ни Даркшрайна, ни архивов темпларов нету вообще в наличии сейчас Это очень серьезная ошибка, мое мнение Так, наше обращение 110, 101, все, призма готова Она почему-то стоит на месте, я сейчас понятия не имею, почему она на месте стоит В общем-то, если сейчас мутка прилетит к протцу То он начнет огребать уже здесь, причем по полной программе У него микс крайне немобильный, блинка нету Выход он почему-то не делает Пока вот сейчас только что-то он намечает Как будто бы Ну, смотрите, 700 газа, 3 газа добывается Где архивы темпларов? Где Даркшрайна? Где что-нибудь в конце-то концов? Ё-моё Ничего нету для того, чтобы архонов слить А здесь даже в лоб мута сможет слить эту армию Если так просто пойдет Что самое прикольное Призма где? Призма дома повисла Короче, бред вообще какой-то делает Лайд вообще Что-то пришел в центр Встал Летит призма И сейчас Ну, гейтов много Сталкеров можно варпануть В принципе, если варпануть сталкеров То можно будет продавливать Ну что, будет что-нибудь варпиться, нет? Адепты, делки, один сталкер Странный очень варп Все, сейчас замес пойдет Адепты заходят Делки прыгают вперед Мутка прилетает Гварден в рублю Но сталкеров достаточно много Нужно признать То есть мутка здесь терпит И не слабо Грейтов, правда, у Протца нету Ни одного вообще Я имею в виду на атаку Нужен до варп сталкеров И нужно драться Идти дальше просто Адепту какая-то иллюзия посылать Не понять куда Только не надо Им ни в коем случае Сейчас телепортируют Они на третью нормально, кстати, прошли И здесь сталкеры это разбирают Адепты дерутся зачем-то с королевой Ну, потому что Лайтвейт не законтролил здесь Иммортал раз на раз с Реладжером Конечно, с Имморталом вообще по земле Один на один драться мало кто может Архон разве что Да Тор какой-нибудь там ультрал Хотя по ультралу бонус Ну, это куда-то отошел Протас Сейчас непонятно абсолютно Посмотрите Две фаржи добавил Вот были просто Два архона здесь Заметьте Все, гг Газа миллиард просто Архивы темпларов не строятся Ну что за бред, блин При таком пуше это вообще смерти подобно Для зерга В итоге ничего не происходит у нас здесь В этой игре Пока что Ну и зерга живет И у зерга 4 базы У зерга рабочих меньше, чем у Протса Но у него масс мутка Здесь феникс Правда, с двух стабгитов пошли Феникса могут помочь реально Но бусты не применяются нормально То есть Здесь два стабгита бустятся А два бусток где еще? Здесь фаржи надо бустить обе Ну один буст забыл Просто вайтвейт Это понятно Сейчас Нужно переставить Просто будет Но опять же Даже вот при этом миксе Вот этот газ Нужно тратить куда-то На такой стадии Это даже не дарьки Уже А точно архивы темпларов И просто как бы Архонов Варпить, варпить и варпить Влетают фениксы Ну что-то Год хелл Тут на халяву фениксов-то Зашатал Полетел вперед Лайтвейт Решил подконтролить А что тут подконтроливать? Так Подблин Вперед Еще одного муталиска поймал Но это неплохо было Сейчас с его стороны Фениксы подстраиваются До варп еще сталкеров идет Все На третью базу Надо овера выбить И фотоны бы сюда Напилить бы Надо бы Залетает мутка Терпит от сталкеров Врыв на мейн идет Сейчас Фениксы где непонятно Через сталкеров Еще раз Гост хелл пролетает Какие-то ошибки Сплошные с его стороны Нормально Лайтвейт тут проводил Муту всю Убил фактически Вот Это момент Для того Как выйти вперед Сейчас должно быть Сигналом для Прот Ну что-то вперед Он не собирается Выходить Мне такое ощущение Мутку разваливает Сухлам С фениксами Да Фениксов отдал Но Фактически Лимит высвободил И стоит при этом Ничего не делает Конечно Нужно идти В таких ситуациях Добивать оппонента А не стоять Ведь он потерял Все фактически Но гейтов немного Призмы нету Даркшайн Сейчас конечно будет Но Даркшайн Что он Для архонов Тут больше Как бы Реально смотрю Что на одного Что на другого То есть Строятся здания Все делается Все Вот вроде как Даже Количество рабочих И все моменты Как реально В играх Там самых Лучших игроков Но Когда дело Касается битвы Или каких-то моментов Ключевых Тайминга Или именно Технологии Этого нету Просто Как здесь Здесь архонов В первом выходе Так Крипа здесь нет Тоже Много Короче Тема Такой Ошибочной Так Люра готова Люра сейчас Закопается Надо отойти От Люры Подальше Кстати Поднятые Поднятые Коконы Не морфятся Кстати Обратите внимание А сейчас Только Это понял То есть Коконах Опустилось Не доделались Люркера Отходит Лайтвейт Добавляет Робу Еще Пошел Непонятно Куда Вообще Пошел Обсервера Здесь Нету Чтоб Обнаружить Что-то Дрона На четвертую На пятую Точнее Уже Переводится Дрона Две Атаки Есть Меже Прочем До Варпов Я не вижу Фатонок Я не вижу Вот здесь Например Стационарная Оборона Нет Она Обязана Здесь Всего Две Долгий Выход Технологии Гост Хейл Идет Вперед Уже Сам Сейчас На лайтвейта Он Прекрасно Видит Это Агрессивный Вперед Зерк На муви Даже Не вкопался Какой Фейл От зерка Филды Пошли Латвейта Вот Пришел Сам Зерк И Вот Это Блин Я Аж Вообще Оспугался Не Ожидал Приходит Зерк И Такой Просто Расклад Такой Разгром Король Сиджонг У нас Следующая Станк Карта Прошу Прочения Так Не то Я создал Походу А не то Смотрите Да Ошибка Какая же Знатная Зерка Была На муви Сейчас Пошел И Отдался Полностью Продолжение это баг можно бесконечно поднимать бесконечно поднимать что тут говорить вот их бесконечно будешь поднимать и 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 про поддержку моего канала. Просьба от влоги отключать, естественно. Подписывайтесь на премиумы. Подписывайтесь на канал сам. На группу ВКонтакте. Включайте от влоги, я уже сказал. Ну и поддерживайте по реквизитному официально или через плеер обязательно тоже. Так, линги пытаются адептов поймать. Поймают? Не, не поймают. Лайтфейд здесь на мэйне остается. Так, надо иллюзии посылать еще раз. Хорошо, адепты встали здесь. Кроме одного. Ну, сейчас два вдвоем встали. Можно на второй базе рабов было поразваливать. Ну что, емае. Надо было уже отдавать. Все, адепты уже не уйдут. Надо понимать, что муф уже готов будет сейчас. Иллюзии посылаются. Хотя вот если так поразводить, то может быть и уйдут даже. Ну и встал. Лайтфейд. И встал что-то. И что стоит? Так. Ну, гостхейл не решается вперед выйти и уничтожить их. Здесь вообще, кстати, что у меня выражает, здесь игра идет без твойлайта. То есть не будет никаких. Ну, у реводжеров пять армора у куконов, а у люрей, я хз, сколько армора. Привет, Гриндель. Вот. Так что пока, пока что в группе ВКонтакте реплейки там сверху, сверху лежат последним, ну, самым таким моментом. Вот. Обещанного. Три года ждут, как говорится, но два месяца ждали. Все, обещал, обещал. Суперкин, конечно, все, не заморочился, выложил. Такие дела, ребята. Видите, проход вот тут вот находится, у Гост Хэлл, он пытается зайти, какие-то филды нервные ставят, лайтвэйт сейчас. Делает призму. Нафиг ему призма, не понимая, если у него триги и так листом. Что он собирается ей сейчас сделать, я без понятия, если честно. Можно сбить, например, было бы овера вот этого. Пошла фаржа. Так, три адепт сталка здесь сидит. Так, лайтвэйтик летает, парапурабам, уже зерга обгоняет. Учен летает, сейчас объясните мне, куда он полетел. Можно мне объяснить? А, здесь выход идет. Ну и чего? Третий нектус. Что просто сделает? Я просто смотрю и не понимаю, что происходит-то вообще. Это выход с призмой, одновременно по земле идут три юнита, одновременно третий нектус. Ну, даже НИП, черт побери, так не делает, потому что три сентрии не могут ничего убить. Либо ты выход делаешь, либо ты летишь с призмой, харачиваешь в третий нектус. Играешь. То есть здесь какой-то стрёмный выход, причем без мазершипа, что самое интересное. Мазершип дома находится. То есть нет возможности у сентрии уйти отсюда, никуда абсолютно. И при этом три гейта убраться вообще. Ну, что это вообще такое? Здесь уже мутка сейчас пойдет у Гост Хэла. 9 муталисков. Ну, правда, нужно отметить такой факт, обратить внимание на экономику. Так, залетает иллюзия. Шпиль спалился. Все, призма, призма сейчас будет уничтожена, возможности с Зерги увидел. Фениксы летят вперед. Сейчас, да, призма будет спалена просто. Не, не спалил, мимо летит Гост Хоу. Короче, Лайтвейд приходит на вторую базу. Здесь еще можно на халяву залететь, рабов зашатать. Неслабое количество. Блинк, плюс один делается. Лайтвейд реагирует быстро. У него просто гигантская экономика сейчас, по-моему, зерговской. Вот это-то может привести к поражению. Зерги, надо Фатонок поставить. Просто вот в чем дело. Какой-то тяжелый случай. Хараса просто прилетает все. Учета ничего не происходит. По итогу, мутка врывается на Мэдизе. Фатонки еще не готовы пока. Залетает призма сюда. Фатонки не готовы, поэтому начинается развал муталисками. Рабочие отступают, наступают заново. В это время адепты на Мэне пять дронов. Семь уже ушатали. На второй базе Фатонки не поставлены, потому что армия стояла, но она когда ушла, сразу же мутка начинает здесь шатать просто. Ну, так, ну, 14 пробок уничтожено, но Лайтвейт-то сейчас тоже 12 дронов зашатал. В итоге 46-39, парабам все еще в плюсе. И, и, ключевой момент, здесь плюс два делается, блинк делается, и Феникс уже с двух строгиков делается. Мутка уже точно ничего не подрешает. Ну что, Призма сныкалась, пытается найти. Нашел за Призму, Гост Хелл. Призму минус нул. Выходит Гидра, но это не Люркер, это Гидра с Рейнджом, я вижу. Наконец-то Лайтвейт решил тут запилить несколько фотонок, причем запиливает сразу три, причем так, если вот мута вот отсюда залетит, она убьет всех рабочих. То есть, как фотонки в таких ситуациях вы считаете? Одну здесь, так и вот так. Пусть периметр весь будет перекрыт. Вот так вот фотонки ставить нужно исты от дропов каких-то отсюда, отбиваясь бейлингов, например, залетов там. Тогда так они именно должны стоять. В другом же случае они по-другому должны находиться. Так, строятся фены, сейчас плюс два доделывается, делают призму Лайтвейт, он понимает, что пора уже выходить, видимо, в ближайшем будущем. Ну, я не знаю, понимает ли он этот вопрос. Чарж делается. Так, блинг есть, глефов нету для адептов. Зерк вперед поломился, такое у меня ощущение складывается. Похоже на то, тайминговый какой-то, якобы тайминговый выход от зерка, но тайминг на отдачу, по-моему, на плюс два. Сейчас процессовские. Здесь одна атака есть. Так, Нексус четвертый на центре, без разведки вообще действует. Сейчас Лайтвейт, сколько у него гейтов, давайте глянем. Ну, ясно. Гейта три! То есть, ты ставишь четвертый Нексус, имея три гейта, ну, емано, то есть, как вообще понимать-то? Лайтвейт, что ты делаешь? Сейчас я смотрю и поражаюсь, что происходит, блин. Но все равно он зерка разбирает мясо сейчас. Не знаю, напишешь ли зерка гэ или нет сейчас, возможно, что еще нет, но, по-моему, тут печаль уже полная вообще. 129, причем все это было с трех гейтов сделано. Лайтвейтик, и два руба пошло, ты что до мофта настроил, емано? Ты гейтов добавь, чтоб 6, хотя было три шнексуса, он с двух, с трех гейтов пытается зерка расшатать. Так, идет вперед, пианикс, нет, здесь много гидры, здесь не ломится. Было, блин, гейтов 6, можно было подсюда варпить, приводить сюда, и все равно продавил бы. С трех, с трех просто нечего приводить, в чем проблема. Так, зажимаются еще раз гидра, отдается успешно вполне. Так, зилки вот вперед пошли, вот лайтвейт все лезет, пытается, он все пытается лезть, сейчас выходят линги, вот под плетки полез, с трех гейтов он лезет вперед, ну вот и Мортал приходит, неужели с трех гейтов сейчас убьет? Похоже, что грейды как-то слишком жестко зерка опережает, ребят, плюс 2 на зерковские нолики, это, точнее, одну атаку, это печально, конечно же. Так, 20 лингов, 5 гидралов, еще заказ, гидра новая приходит, вот 5 гидралов, что бояться-то ее? Так, под линь, под гидру пошел, гидра отдается, неплохо, размениваются здесь, королева падает, еще гидра приходит, ну, 2 гидралиска на отдачу подходят, их надо убить, а не отступать от них. Пошли филды, гидралов, лайтвейт, фокусит, нужно немножко назад вступить, 3 делка пришли, вот это прирост, царь прирост пришел, ребята. Так, 103 на 78, зерк пока еще не сдается, трансюзить хату пытается, где надо, так, королев поднимает, лайтвейт сейчас, королева падает 1, королева сейчас номер 2 упадет, все-таки хату добил, да, добил, нужно отступить, филды-то есть, кстати, филдов много, отступил назад, еще 3 юнитов, но зато 3 роба заработали сейчас, имморталов паяет, просто как, я не знаю, так, роучи вышли, как раз под имморталов, под тайминговых, прикольно, нет, вот мне, мне в принципе, как бы нравится, как лайтвейт, потому что я помню, как он раньше играл, и как сейчас, то есть макро у него вообще стало хорошим, он робов строит, все понимает, но, что вот это за триги, и там вообще, что, что же происходит-то, ребята, а вот 6 их стало, еще 2 болица, ну все, теперь с таким приростом, точно зергу не сдобровать, ну да, надо камни пробить, чтобы гидравы убили двух сталкеров, камни убиваются, так, пробиваются камни, здесь у нас хат, азер, пытается восстановить, лайтвейт встал, вообще никуда не идет сейчас, ну опять стояние какое-то началось, ну что за состояние-то, сейчас люркеров настроят просто, хотя люркер Дэн не пытается делать, и уже не пробрить будет, так, как до этого было пробрить, вот и мертвы, три атаки у процесса, иди, казалось бы, вперед, не, начинается госу разводка, просто, 4 адепта, ну видно же, что тут бегает, просто 10 юнитов, крестом, ну видно, что понимания немножко не хватает, зергу не хватает, гост хеллу немножко, какого-то исполнения, так, вердот говорит, элегантно черкаю, говорю, оппонентам убирать любую, это достойно настоящего гусара, дать в дуэли оппоненту преимущество, так, какая пишет гост хелл, что-то он понял, что тут слишком много идет, вот, так, ну что, вердос, так, геттисберг, новый, геттисберг, я предполагаю, что, так, ну что, ключевой матч, вердос, лайтвей, против, хеллрейзера, геттисберг. так переименуем вердоса хеллрайзера эта игра последняя на сегодня стримлю завтра че этот десайдер завтра по реплейкам стрима ну что у меня уже нет времени вот и так я уже опоздаю на самом деле дико просто ну ради вас отстримлю все-таки центральный матч для как бы все поехали матч истери убрал ну что ребят хеллрайзер вердос не сказал я перед игрой скажу сейчас полагаю что мы увидим нечто подобное тому что хеллрайзер делал на этой карте против гост хелла зерга но в исполнении хеллрайзера это очень плохо получалось и в пвп на этой карте работает очень хорошо байс воров пишет вот я понял от лайтвейта что было это просто бог троицу любит 3 гейта 3 роба 3 атаки все работает вот что это было в предыдущей игре такую так вердос стенку прямо на лоу граунде сразу кстати ставят что самое интересное сейчас второй гейт будет заказан я так понимаю да да пошел второй гейт потом кибернет и здесь пилон и все стенка готова но нет хотя не не факт что здесь именно остров будет играть хеллрайзер на этой карте на самом деле тяжело именно перейти то есть здесь иначе проиграешь раннюю стадию так рекламу пилю ребят там не сразу но появились танки так стенку вердоса готова бустится адепт и сталкер как в пвз прям бустится как-то вердоса это все дело рейзер зашел отдал соответственно пробку заказывает старгейт дома адепта 2 готова будет ли вперед идти да пошел вперед вот варф делается вердоса адепта 1 выводит вперед часы так интерес какой-то билд от вердоса он исключительно сталкеров сейчас строишь самое интересное и вот ну и пап смотря рекламу помните что можете подписаться на премиум поддержка стримера реклама нет великолепное качество ну и поддерживать меня и мой канал естественно сами знаете как вот что в чем прикол стенки одного адепта иллюзия адептов блочит вот эти иллюзии летящие то есть если у вас хорошая реакция видите к вам пускают иллюзии вы можете не ставить здесь здание вы можете пустить контур иллюзию от адепта и заблочить но это будет бессмысленно если других юнитов не будет которые будут прикрывать пишется если вы одним адептом здесь будете блочить а к вам два прилетят просто он телепортнется одного конечно же вас вам развалит в хлам ведь у них друг по другу бонус они моментально друг другу уничтожают вот такой тяжелый опа опа папа а вердосик то вот вердос хитрый поми говнопуш там играет говорит тролли-вали иллюзию запускаю хорош вот как вердос делает поми говорит говнопуш играет там все дела сам-то смотрю играет то же самое абсолютно что я играл тогда как когда вердос как там пробрел разочек так оверчаж выставляется оракул прилетает но он чуть чем может подрезать он ничего тут подрезать и не может 50 энергии сейчас будет вердос будь внимателен нужно еще ставить раз будет сейчас пойдут вперед все юниты вот учитывая смотрите хэллрейзер грамотно готовится он с грелками готовится а грелки в хлам контрят вот это все дело пуш этот но одной явно мало то есть здесь нужно пару-тройку грелок чтобы законтрить одну грелку легко сконтрят в общем-то гвардиан шилды и сталкеры и это очень важно потому что блин ну правда здесь пилон надо как-то продавить с другой стороны а пилон билон с оверчажем сейчас очень трудно продавить на самом деле так прилетает раку про дэмоджил вердос здесь сталкер заходит один так взрывается там ловушка нужно еще больше сэн 3 еще больше сталкеров пуш будет начинаться да идет вердос наверх филды ставят на пилон фокусить пилон попытался просто отфокусить не отфокусил оверчажей там миллиард на самом деле у хеллрейзера сейчас поэтому надо быть аккуратным очень-очень так сталкер уходит попытка развода будет от вердоса сейчас долгая будет но нудотная общем-то контроль снизу идти но нужно вердосу налетать скорее б то а хеллрейзер кстати после одной грелки ничего не стал заказывать мне кажется ошибочка надо было заказать еще грелку ему сейчас и вердос очень криво чинь очень криво пока что вердос очень прямо наоборот контролит призму он крайне опасно это делает а если так а если хеллрейзер будет фокусить эту призму тогда можно просто развалиться будет ревелэйшн пошел сейчас бы зайти может здесь вы позицию занять попытаться вердосу он не собирается вы делаете у верча же по нему разводится так хеллрейзер отменяет своих свой своих адептов сейчас ну хеллрейзер отбивается здесь причем достаточно легко это делает это 1-0 пользу хеллрейзера ребят я уже уверен абсолютно в этом грелка разваливает вердоска снизу дерется так почему вердос сталкеров не варпит ему грелку бы сейчас развалить было бы нормально оракула сфокусил хеллрейзер что-то отдал хотя здесь 2 ма какие сталкеры здесь 3 и мордку уже куда здесь что тут уже нечего ловить как тут очень я не знаю стенка конечно вот это интересная тема но мое мнение что этот пуш если делать то надо начинать просто с двух адептов так же то есть вначале контроля адепта на адепты а потом уже ты как бы пытаешься продавить просто стандартными юнитами и все вердос кстати давит очень жестко вердос переворачивает что ли нифига себе но 3 ма как-то они очень больно атакуют ребят вердос очень близок был к тому чтобы продавить но нет три иммортала они просто в мясо разваливают гг 4 вышел оказалось уже вот 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 так подписываться в ноябре ну на премиум там много бонусов слишком не даст на самом деле галактический процесс вторая карта поехали но если у кого-то есть выбор подписаться сейчас или в ноябре или поддержать материально сейчас или в ноябре конечно же на ноябрь переносите бы штамм это будет важно вот ведь конкурс стримера будет ребят но я у вас на вас рассчитываю ну и буду до хрена стримить естественно очень до хрена все 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 что смогу отремлю так 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 вот так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, вердос завлочил пробку оппонента здесь гейтом. Хитрый вердос. Адептов делает, адептов делает, но на отмене гейтат потеряет же тоже ресурсов. Но с другой стороны, пробка не наставит. Каких-то прокси-пилонов там не нужных абсолютно. Уходит хелл-райзер, можно было сюда попытаться уйти. Гейт надо отменять, значит, вердосу. Что он, собственно говоря, и делает. Два адепта начинает. Там тоже два адепта. И здесь... Опа! Интересный расклад. Здесь очень так и происходит. Так, ну тут вердос два удара на халяву нанёс. Точнее удар двумя адептами, можно так сказать, один. И хелл-райзер ушёл. Обратите внимание, что здесь происходит. Так, здесь хелл-райзер... Чё он забоялся? Он раньше бил, на самом деле, побеждал. Но его задача сейчас не... Убивать адептов, а тянуть время. Почему? Обратите внимание, что здесь делается. Вот почему его задача тянуть именно время. Блин, и прошу прощения, ребят. Звук я вырубил, а реклама шла. Это мой дикий косяк. Всё врубил. Блин. Тип-тип-тип-тип-та вот это вот. Не очень хорошая тема. Так, Mothercore Амвердос телепортнулся. Кстати, не спалил он вот этих всех зданий. Интересно, будет ли здесь заказано всё это дело. Понял, Тиалми? Иногда будет реклама из Тиалми. Не всегда она и меня есть. Гостелефон. Это какой-то телефон. Так, идёт первый Дарк вперёд сейчас. Ну, здесь адепты на рампе есть. Плюс есть гейт у Хеллрейзера. Прошёл Дарк на мейн, но был уничтожен. Учего время Амвердос в сервера подстроил сейчас. Здесь какой-то ранний робо-бэйс. Это будут дестабилизаторы явно. Возможно, Хеллрейзер какой-то предпримет пуш сейчас. Неспроста вот у него вот этот грейт делается сейчас. Парабам у него всё одинаково с вердосом абсолютно. Ну и... Не, ну у Мазеркора много энергии. Навряд ли здесь получится убить в лоб, как бы под пилонами, под уверчажем. Но если получится как-то развести адептами, ворваться хитро, а я не знаю, там, где не будет пилонов, то можно будет, ой, ой, как больно сделать. Правда, гейтов два всего. То есть, как бы, это смешное количество. А, нет, три, там же третий стоит. Вот он точно. Адепты ушли у Хеллрейзера. Вердос с призмой тоже улетает. А мог бы сейчас проверить ещё раз и удивиться, что адептов-то нету, например. Здесь до варпа я не наблюдаю, хотя он мог бы сейчас помочь. Ещё очень неплохо мог бы помочь. Здесь пошёл ещё в линк в догонку у Хеллрейзера. Сразу зашли адепт, вердоса. Шесть пробок как с куста, семь минус. Права, мужик, Хеллрейзер сразу же в плюсе становится. Пытается адептиками на мейн зайти, будет фокусить дестабилизатор. Сплит попёр, конечно, у Вердоса, у Хеллрейзера здесь. Так, дестабилизатор отфокусит. Да, отфокусит у Хеллрейзера дестабилизатор. А одним единственным адептом прибернётся на второй. Ну, здесь одна пробка и одна фотонка. Ну, пробку фокуснул, кстати. 45-31, парабам. Два старгита пошло сразу же, чтобы дестабилизатор поконтрить. То есть по экономике очень жёсткий плюс сейчас Хеллрейзер вывел. Это факт. Посмотрим, получится ли законтрить. Здесь Мазеркур где? Мазеркур на мейне висит. Будут все эти врывы контрить сейчас Хеллрейзерские. Вердосовские, прошу прощения, Хеллрейзер. Сторги и так, заказные фениксы. Выходит Иммортал номер один. Так, Увертаж выставляется на призму. Вердос, что ты творишь вообще? И почему Сталкеров Хеллрейзер на... А, погодите, он блинк отменил. Подождите, это у Вердоса делался блинк. У Хеллрейзера тоже делался блинк. Я видел в этой... В этой Твайлайте. Я уверен, что... Я уверен, что он отменил его. Так, летит Вердоса. Случайно сейчас может спалить этот гейт. Но миллиметр от него он просто... Опа! Но зато Вархом спалил сам свой гейт сейчас Хеллрейзер. Это был косяк с его стороны. Лишится пилона гейта сейчас. Вердос подсвечивает. И убивает. Там у нас Архончики добавляются. Ребят, с двух баз Хеллрейзер так сейчас дико пушить может жестко. Почему? У него Глефы. У него Имморталы. У него Архоны от Дарков. Причем, ну, недорогие. По газу самое. У него Фениксов 4 штуки. То есть, просто оклик по земле более-менее с нормальной позицией. И поднятие адептов, ADO адептов, дестабилизаторов. Все, что нужно для хорошей жизни в данной ситуации. А что же Хеллрейзер? Точнее, Вердос. Вердос. Прошу прощения. И то, правда. Вердос вперед двигается. Фениксов 5 штук уже я наблюдаю. Видит Хеллрейзер, как камни пробивает Вердос. По лимиту, по-моему, чуточку проседает. Но почему он не хочет на камнях-то встретить Вердоса, я чуть не пойму. Так, Архон еще один сливается. Уже на третий Нексус собрался отдать, что ли, или что? Куда Феникс-то полетели? Так, ADO зашел. Феникс куда-то улетели. Фениксами поднимать надо дестабилизаторов обязательно сейчас. Вердос уступает. У Вердоса есть блинк. Ну, Хеллрейзер туда и лезть не собирается. У него сейчас соплай блок. Ему вообще не надо никуда лезть. Два. Так, еще ADO зашли. Еще 7 пробок ковердос Хеллрейзеру минус. Ну, вот Нексус доделился. Ситуация становится лучше. Но у Вердоса отдела есть фаржа, он делает сейчас ГРД. Вот Хеллрейзеру против мигса с дестабилизаторами выйти в 200 давать вообще невыгодно. Там пару выстрелов крутых и все. Дестабилизаторов пока молд. Сейчас контролить, потому что проще. У него мигс в хлам контрит. Вот это вообще в хлам. 4 МА, 3 Архона, Глефа. Здесь одни сталкеры и дестабилизаторы. Все, если ты поднимаешь дестабилизаторов и ни один выстрел не проходит, даже если один пройдет, мне кажется, там можно... Просто умять. Ну, Хеллрейзер не собирается лезть. У него Нексус как бы... Ну, тут уже плюс 2 пошло. А здесь даже фаржа не добавляется. Как-то не знаю, не знаю. Посмотрим. Может, он какого-то определенного лимита, может, Хеллрейзер ждет. Я не знаю только какого. Вот пошел выход сейчас. Так, Призма залетает. Фениксы рядом относительно висят. Можно лететь, убить адептов. Можно лететь, убить Призму. Например. Но Вердос предпочитает... Вообще, Хеллрейзер предпочитает выйти вперед. Так, а что Хеллрейзер делает? Тут Нексус просто развалил Вердос. Ему напрочь, короче. Заходит Хеллрейзер. Врывается Фениксы. Дестабилизаторов поднимать надо. Поднимает Хеллрейзер. Так, ну вот, я говорил, один выстрел прошел. Но, тем не менее, еще пока дерется. Хеллрейзер более-менее нормально. И Мортлов очень много. Так, ну что-то Вердоса много боевого лимита. Оверча же как-то жестко решает здесь. Хеллрейзера часть юнитов дерется просто с пилоном. Ну, вот на минуты две бы. На минуты две бы раньше вышел бы. Даже, может быть, на минуту, на одну. То убил бы, я думаю, стопроцентно. Но в итоге не вышел Хеллрейзер. И развалился. Досан, станция Досан у нас. Решающая третья карта, станция Досан. Поехали. Привет, Костя, Киев. Спасибо тебе. Началась третья решающая. Овердос успел переварпить Хеллрейзера за счет третьего Нексуса, когда он пошел. Еще сейчас Дестабилизатор попал. То есть и позиция была. Там три оверчажа бомбили. Просто жесть, как бомбили. И четвертый потом оверчаж еще пошел. И Мортлы, конечно, там просто дикий демедж внесли. Но не хватило немножечко Хеллрейзеру. Не хватило. То есть он вышел поздновато чуть-чуть. То есть ему надо реплей посмотреть и понять, что ему раньше надо было просто чуть выйти. Все. Плюс позиция у него была на самом деле так себе. Овердосу надо вообще все посмотреть и сделать выводы. Овердосу надо. Овердосу надо. Ну что, ребят. Третье решающее. Овердос против Хеллрейзера. Бьется два гейта Овердоса, два Овердоса. Овердос, не боясь, ставит их ближе к выходу. Овердоса ставит подальше от выхода от этого. И здесь можно фотонить на этой карте, в принципе, как на других любых. Но от вердосов, от онок я бы не ждал бы. И вердос опять в ПВП странный билд. Адепт сталкер. Чем он странный? Тем, что и адепт против А двух адептов ничего не сделает. И на обороне плюсов никаких нет. И не понимаю вообще, для чего нужен сталкер. Тут как бы либо два сталкера, либо два адепта, видимо. Просто разведывательный тупо адепт, что ли. Заходит Вердос. Здесь два адепта подлетают сюда. Так, Мазеркор летит вперед. Здесь сталкеры заказаны, Мазеркор есть. Хеллрейзер телепортируется рядом. Тут находятся сейчас иллюзии. Пойдут вперед тупо. Причем уверчажа нету. А без уверчажа тут можно на самом деле нормально наковырять рабочих, я вам скажу. Что Хеллрейзер сейчас и делает спокойно абсолютно. Три пробки минус. Только дальше где контроль? Четыре минус. Мог бы пять убрать. А он пять и убрал. Ну, значит, мог бы шесть вполне возможно убрать. Потому что тогда бы, тогда бы... Просто адепт один бы дольше пожил бы. И один раз зал был сделан по адепту, понимаете? Вот он регенится до сих пор. То есть это два раза стрельнули, это сразу минус пробка получается. Ну и так, два адепта на пять пробок на самом деле это крутой размен, я считаю. Пространственные струны настроены. Разработка завершена. Так. Облетает. Оракул облетел немножечко здесь. Не стал Хеллрейзер обрываться сразу. Золото вердутского. В районах стандартный нексус ставит. Здесь фотонки так себе, можно здесь переселиться. Просто он сюда нексус поставил, переселился и все. Ну, возможно, да. Сталкер, адепт разведку, сталкер, адвы, страйку. Ну, хз, хз. Не знаю. Вирдосу виднее. Может быть, этот билд, которым все заиграют в будущем, если он действительно рабочий ковер. Так, интересная задумка была от Хеллрейзера. А представьте, если бы он чуть раньше поставил, блин, вот грамотно, да, на этой карте. Хеллрейзер прикольные вещи. Но, вот, чтобы вне вижена вот этих всех пробок было, приезжает стек, бах, и просто не добывают они 21 секунду. Все золото. Это неприятный момент очень такой был бы. Вирдос почти блинк уже готов. 4 гейта, между прочим. Здесь грелки имморталы строятся. Может, это выход от Хеллрейзера будет. Добычи у Вирдоса чуточку больше даже, чем у оппонента. Так, летает Иллюзия Хеллрейзер. Все разведают, все прекрасно видят. Грелка вторая готова, будет третья. Если третья грелка будет, то это, возможно, выход какой-то на грелку. И может быть плюс гейтов несколько штук будет. Видишь, фаржа у Хеллрейзера пошла. Здесь ловушечка есть. Стенку здесь делает. Да, третья грелка пошла. Ну, очень-очень похоже на какие-то выходы. Вирдос против блинк сталкеров может зарешать, потому что нет никакой поддержки для блинк сталкеров сейчас. Так, Оракул залетает. Минус Орак. Видит Хеллрейзер, что блинк сталкеры. И я думаю, он убеждается в своей правоте сейчас, что нужно выход делать. Так, Апсервер сейчас будет у Вирдоса здесь висеть. У Хеллрейзера будет висеть, видеть выход Вирдоса. Вот он висит, видит. Здесь две фотонки добавлять. Но если Хеллрейзер выход собирается делать, почему так мало гейтов у него тогда добавлено? Я понятия не имею. Здесь две фотонки, это хорошо. Так, бомбанул Вирдоса сейчас Хеллрейзера. Одного сталкера. Выход пока не идет. Вирдоса вступает. Да, Вирдоса вступает. Вирдосу все, чем просто вот это все дело отбивать? Это дело очень просто отбивать, например, Рархонов, добавив в микс. Или либо перемасив жестко, либо грамотно филдами переконтролив вот здесь, например, ловить постоянно и будет не пройти просто оппоненту. К Хеллрейзеру, кстати, выходить через вот это направление нежелательно, как мне кажется. Ему бы выйти вот здесь, наоборот, с призмой сюда прийти, здесь очень жестко могло быть. Потому что ты вот этот внизу сбиваешь, здесь добычу сбиваешь, можешь сюда ломануться, можешь сюда пойти камни убить. То есть тут вариантов миллион. Так, бомбанул уже украл Рейзера. И стабилизаторы, видимо, будут. Да и Моркл там сзади. Но здесь все сталкеры-то в лоб уйдут, по-моему, нет? Пробил камни Вирдос. Здесь люди летают, разведывают. Вирдос идет в тыл сейчас. Он будет пробивать вот эти камни и пытаться зайти, видимо, с этого направления. Пока я других объяснений здесь не вижу. Вирдос пролетает, видит, где Хеллрейзер стоит. Хеллрейзер видит с пилону, что камни пробиваются, но не реагирует. Он ушел сейчас, он просто ни хрена не видит. Вирдос заходит. Агрессивный мвлинк можно сделать. Мазеркор падает просто за залп сейчас. Нексус падает. Вирдос на халяву приходит, разваливает. Хеллрейзер в размен пошел. Ну, в такой ситуации в размен, мне кажется, поздновато идти. Вот это очень поможет Хеллрейзеру, потому что ДПС армии Вирдоса снизит сейчас очень серьезно. Так, дестабилизатор стрельнул первый. Одного сталкера забрал. И сейчас второй залп попадет. Ну, то можно на самом деле здесь и побеждать Хеллрейзеру. Мне кажется. Уверча же Увердос на выставлял, но они что-то не решают особо здесь. Нексуса падают. Здесь добывает, добивается все. Как сейчас хорошо, что Увердоса блинк был. Я сейчас прямо у меня ёкнуло реально. Если бы сейчас вот сюда бомбануло, то могло бы и бомбануть Увердоса бы тогда просто сейчас, мне кажется. 60 на 101 по лимиту, 70 на 59 по боевому. Но здесь боевой, вот для драки в лоб, этот боевой качественнее, чем вот этот. Но для размена это идеальный лимит Увердоса. Почему? То есть сталкеры, они в мясо просто все разваливают в размене. Почему? Они мобильные, они как бы могут менять позицию. Ты поставил где-то нединочку, ушел, все. Плюс разводить такой микс можно. Пришел, попытался грелочку сфокусить, ушел. Здесь пробок надо увести, конечно, потому что можно Увердоса еще ресурсу на один немчик пить. Ему сейчас вот здесь вот заказать и все, например. Набивает все эти газы, Увердоса. Иллюзию желательно послать бы разведать, где же что-либо, где что происходит. Увердоса ведь не знает, где Нексус у оппонента у него находится. Полетели иллюзии. Увердоса идет в лоб сейчас. Здесь Хеллрейзер иллюзия обнаруживает Нексуса пять пилонов. Нахрен пять-то ставить пилонов? Куда столько много, Увердосик? Ну что ты творишь? У Увердоса газы пошли. Все, на Нексус, кстати, у последнего Увердоса вообще сейчас. Иллюзии проверил Увердос? Нет, не проверил там, где нужно сейчас. Нексус не находит. Здесь все на волоске висит, ребят. Вот последний Нексус Увердос находит Увердоса. Увердоса хеллрейзера. Ставит газ Хеллрейзер сразу же. Увердос Нексус проблевает. Здесь ушел. Надо отменить ему Нексус сейчас. И заказать новое здание. Вот очень многие проигрывают, не успевая новое здание заказать, ребят. Очень многие проигрывают игроки. Так, газ заделывается. Хеллрейзер приходит, Увердос ставит. Ну почему Нексус-то ставят? Так, обнаруживает Хеллрейзер этот Нексус. Нужно отменять срочно. Увердос отменяй скорее. Меняет последнюю секунду. Молодец. Пилоны шатают. 160 минералов у Хеллрейзера. Остается гонка на выживание. Вообще дичь. Уходить дальше пробки. Чего так медленно пробки уводят? Увердоса это жесть какая-то. Сейчас Нексус найдет Хеллрейзер. Все, уже нельзя Нексуса ставить. Надо только пилоны сейчас ставить. Увердосу какие-то. Хеллрейзер не дошел немножко сюда. Он не знает. ГГ пишет Хеллрейзер. У него не остается ресурсов. Последний пилон. Вообще прикол. Прикольная игра получилась, ребят. Вот. На сегодня я закруглюсь. Мне надо уехать, ребят. Так что поймите правильно. Завтра будет долгий стрим. Вот. Завтра я стримлю по реплеям. Завтра я стримлю. Продолжение следует... Продолжение следует...